Декоративные растения, которые только подготовили для посадки на сочинские клумбы, этот житель Ставропольского края решил присвоить. На дело пошел ночью 10 марта, однако был задержан. Зачем посягнул на чужое, толком объяснить не может. Девушке такой букет не подаришь. Все же больше 30 кустов. Следователи уже выдвигают версии. Собирался продать. Шел по территории с фонариком, посадил в сторону. Стоят кусты в горшках с бирками. Взял, понес. Видел охранник. Вызвал группы немедленного реагирования. А если похранник не увидел? Может быть в сторону. Несерьезность этого преступления только иллюзия. На самом деле за подобные деяния законодательством предусмотрено довольно суровое и вполне реальное уголовное наказание. За данное деяние уголовным кодексом предусмотрено по части 1 ст. 158 до двух лет лишения свободы. В данный момент ведется расследование, после чего будет принято решение. Перед зимними играми город буквально расцвел. Повсюду появились яркие живые композиции. Одних цветов высадили более двух миллионов. Но если у большинства жителей и гостей курорта красочные клумбы вызывают восторг, у некоторых возникает неудержимое желание присвоить городские цветы. Этот случай всего лишь показательный, но вовсе не единичный. Конечно, бывает очень обидно. Я так думаю, не только нам, которые эти клумбы делали, создавали, а также и всем жителям нашего города и нашей страны, что находятся такие варвары, которые просто не ценят человеческий труд, не любят город, не любят себя, потому что не хотят жить в красивом городе. Дальнейшую судьбу подозреваемого в краже растений решит суд. А сотрудники полиции в очередной раз напоминают – отчаянная вылазка на городские клумбы вполне может закончиться скамьей подсудимых.